очень важное письмо андреева смотрите черенки 2012 году привел на сливу вот это важно сельцев не было но я понимаю абрикосов не было сельцев к тому времени в общем у меня появились пять прививок в этом году зацвели дали плоды честно не знаю что за сорт так как были под номерами вот теперь это еще не все видимо он подражал что это мои черенки но потом пишет а дальше любоваться будем черенки семнадцатого года бродского я выяснил брал латинкова то есть прошли через бродского потом латинкова и вот что получилось на укус сладкие кости отделяются хорошо с покупными не сравнить отправляя фото и место привек почему это очень важно во-первых любуюся место привык сколько здесь абрикосы обгоняет сельево на чем молот и возможно через несколько лет он погибнет это обычное явление начали бы на плоды полюбовались а это вот такие у бродского видели красавцы вот они вот они ну просить через латинкова это тоже что-то добавляет теперь смотрим самое главное и так прививка абрикос на сливу опять я все про то да потом надо продолжать эту линию уже есть и взялись вы можете тысячу абрикосов посадить косточек сделать тысячу привек получить тысячу саженцев и продать все абрикос на абрикосе но если вам повезло и у вас это явление не часто я рассказываю про себя я молодой садовод у меня тоже не было абрикосов по двое я тоже привал на сливы 10 период привел 8 пошли через год 7 еще год 6 еще в 5 года три-четыре плодоносили две последние абрикосы на сливе те уже были мертвы и наконец они погибли то есть у них срок жизни оказался 10 примерно лет новичок я был новичок вот и это тоже сказалось через несколько лет у меня абрикосов на сливе не было тогда я не был такой шибко умный это сейчас говорю продолжайте эту линию вот именно вот эту сливу именно эти косточки вы можете постепенно и сблизить и так абрикос становится меньше росточково это не беда но это все равно не эти дурацкие карлики которые овечки доли помните вот с одной стороны вот каждое следующее поколение будет сродняться сродняться и наконец сливы абрикос эти сливы все чтобы были желательно с одного дерева или прямые потомки это по железу так один из моих этих постулатов и веточки все с одного и того же дерева или прямого потомка и у вас будут прекрасные деревья которые что которая с не выпривая мы сливы выприть очень трудно это надо специально гноить и она может тоже постепенно гния 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 даже может существовать 10 20 а то и 30 лет 10 лет 20 это где сыро а 30 где сухая более сухой климат или там холмики или там эти гряды или скажем местность складки местности вот перспектива большая рано или поздно когда не до конца сродняться у вас выпривать будет нечему сливу замучився выпривать так вот он не будет обгонять при таком росте видите тут больше чем я рекомендую привита но уже вот этого различия не будет обгонять будет может но скажем поколением все роднее и роднее обгон все меньше меньше срок жизни все больше больше вот и я хочу вам сказать виктор вот если вы будете питомниководом если вы хотите чтобы у вас саженцы не проклинали как вот они проклинают то берет интернет магазинах на самом деле южная с самых южных краев вот из 1000 1000 умирает чтобы так не было вот вот эту линию продолжайте раз вот даже как вот и в предыдущем случае ну уж получилось помните роскошные абрикосы 100 граммовые привитые на терн я всегда считал терн это небольшая слива это как дикая слива да но у человека же получилось это я вспоминаю этот дальнего сухой калининград вот еще один случай а вот и результат вот сюда надо вам двигать теперь не абрикос на абрикосе абрикос на сливе потому что возможно ваш край все плавает в этих лужах сырости еще пожалуйста письмо хочу поделиться хорошей новостью в нашем марийском крае первый раз заплодоносил абрикос от железа амур жаль что это не мой абрикос это самое смешное это абрикос моего друга мы все вместе заказывали это как закон подлости я сколько раз вот как подарю кому все лучше чем у меня уж казалось бы лучше а еще лучше чем у меня вы знаете что мне сказал чернобаев где был я обещал приехать к нему и приехал у него бай получился это самое крупнее академика полтора раза вот я где он сгнил вот так а почему потому что откуда у нее тут бай ясно от кого вот когда души все получается и так моего друга участок с домом черте города на возвышенности у него на участке заморозок мещение был слабее радостно еще еще более что это абрикос привитый вами на маньчжурский абрикос так это сергея что ли получается а не мой а какая разница все железо они натерн как делали или сливу или лучу как делают для продажи питомники вот когда питомники приводит абрикосы все лучу купили сразу выбрасывать извечный штамп прививка почкой и высоко урожай не очень впечатляет опылять то предсветение особо нечем ну смотрите прекрасные не извечены по моему посадочка на холм все как у людей пожалуйста